Джек Ричи. Месть Кардулы. Читает Юрий Гуржий. Это шестой рассказ из цикла о Кардуле. Перевод Льва Самойлова. «Да это все опять эта скотина, Ван Хельсинг», — сказала Надя. «Я вскинул бровь. Сейчас ему уж точно должно быть лет сто, если не больше». Она покачала головой. «Тот, первый Ван Хельсинг, давно уже умер. Это его внук, профессор Ван Хельсинг, третий. Но он не менее одержим, чем его предки». «И что он за кем-то охотится прямо сейчас?» «Не думаю. По всей видимости, он в Америке, в лекционном турне. Развивает любимую тему, но можно не сомневаться, что тоже будет шататься тут разнюхивать. Уже от одного того, что он где-то поблизости у меня мурашки по спине бегают». Надя обвела оценивающим взглядом мой офис, обставленный весьма скромно. Стол, три стула, картотечный шкаф и пишущая машинка. Не сказать, чтобы она была очень уж впечатлена. «Друзья сказали, ты теперь частный детектив». Я кивнул. «Надо же жить на что-то. Все, что я привез с родины, в конечном счете пришлось заложить». Надя самодовольно улыбнулась. «А я вот все инвестировал в компанию Ксерокс. Еще в самом начале, теперь живу в Уртингтон-Хиллз». У Нади были черные, как ворону, в окрыло волосы, красивое бледное лицо и определенно недешевый наряд. «Помнишь Ивету из Страсбурга?» «Разумеется, в былые времена она часто наведывалась по выходным к нам в замок. Она была чрезвычайно талантливым органистом. Ее левая рука — это нечто волшебное». «Уж нет», — поправила меня Надя. «Ивета больше уже никогда не сыграет». «Ван Хельсинг?» «Да». «А с малышом Нико?» «Тебе доводилось встречаться?» «Конечно, ведущий в мире специалист по древней латыни. Это был его родной язык. Ты не знал?» «А что еще и малыш Нико?» Ван Хельсинг добрался до него в одной из винных пещер близ Флоренции. Ее сильные тонкие пальцы лихорадочно задрожали. «Я бы с радостью сломала Ван Хельсинку шею. Хрусть и дело с концом». «Уверен, представься ей такая возможность, ей бы не составило труда это сделать. Сам я обладаю силой двадцати человек, а она, вероятно, тринадцати, четырнадцати». «С этим типом нужно что-то делать», — сказала Надя. «Но никто из нас не может подобраться к нему совсем уж близко. Он всегда носил на шее этот чертов воротничок». «Ах, да, кожаный воротничок с множеством крестообразных инкрустаций. Воротничок этот надевается под рубашку, и пока один из Ван Хельсингов или кто-то еще им подобный носит его, он неуязвим для нас». «Нужно как-то поймать его, когда на нем не будет этого воротничка», — сказала Надя. «Для того-то я и пришла. Хочу попросить тебя заняться этим. Твои труды будут щедро оплачены». Я ответил не сразу. Нужно было обдумать проблему. «Где Ван Хельсинг сейчас?» — спросил я наконец. «Когда он выступает с лекциями в университете, то обычно останавливаются у Мэйми Беллинген. Конечно, Мэйми приглашала меня, хотела с ним познакомить, но мне никогда бы и в голову не пришло подойти к этому человеку ближе, чем на милю». «Мэйми Беллинген?» «Да. Она моя самая близкая подруга. Мы с ней почти как сестры. Я завидую разве что ее способности загорать». «Как думаешь, Надя?» — сказал я. «Ты сможешь раздобыть для меня приглашение к ней домой?» «В принципе, она прямо в эту субботу устраивает вечеринку по случаю приезда Ван Хельсинга. Приглашение тебе даже не нужно, потому что там будут сотни гостей, и Мэйми едва ли знает их всех. Ты просто заявись туда. Уверена, никто не станет тебя прогонять». Когда Надя ушла, я снова погрузился в размышления. Даже прикрытый рубашкой воротничок Ван Хельсинга создавал вокруг профессора защитное силовое поле. В былые времена, когда я находился в конфронтации с Гран-Па Ван Хельсинга, дедушкой, я намеревался напасть на него как-нибудь нестандартно. Подумывал даже укусить его за кончик пальца. Однако я обнаружил, что не могу подойти к нему ближе, чем на три метра, не испытав при этом острый дискомфорт. Что ж, придется терпеливо ждать и воспользоваться первой же представившейся возможностью. В субботу вечером, как только стемнело, я соскочил в магазин и приобрел в галантерейном отделе накладные усы довольно-таки устрашающего гусарского типа. Исходя из предположения, что хотя Ван Хельсинг III никогда не видел меня по плоти, он все равно может меня узнать по старым портретам. От Нади я получил общие указания, как найти имение Мэйми Беллингем, но когда я оказался в нужном районе, уточнять уже ничего не понадобилось. Дом Беллингемов был весь залит светом. Опустившись в сад, я поправил галстук и зашагал к дому. Войдя во внушительных размерах в гостиную, я увидел кружок собравшихся вокруг кого-то, стоявшего в дальнем конце комнаты. Чей-то голос разъяснял. В ходе эволюции на протяжении веков они развили в себе определенную экологическую сдержанность и научились довольствоваться малым. Теперь они уже не высасывают из своих жертв всю кровь, что приводило к избыточному пополнению их рядов и ожесточенной борьбе за доступные источники питания. Вместо этого они просто приостанавливаются, то тут-то там, для того, чтобы сделать небольшой, так сказать, глоток до тех пор, пока не насытятся. «Но почему их жертвы не поднимают тревогу?» спросил кто-то из слушателей. «Потому что у жертв возникает вызванная гипнозом амнезия. Они не помнят ничего из того, что с ними было. Утром они просыпаются, возможно, чувствуя себя немного уставшими, и задаются вопросом, а не подхватили ли они случайно где-нибудь грипп?» Я шаг за шагом продвигался вперед, и через несколько секунд профессор Ван Хельсинг III предстал моему взору. Он оказался точной копией своего деда, вплоть до очков, в стальной оправе и ауры самодовольного педантизма. «Выходит, они могут находиться среди нас прямо в этот самый момент?» спросил обеспокоенный женский голос. «Да», — сказал Ван Хельсинг. Он поднял руку, чтобы развеять поднявшийся ропот. «Однако же я обладаю неким шестым чувством относительно их присутствия и могу вас заверить, что в этой комнате ни одного из них сейчас нет». Если это был пример его шестого чувства, то любопытно, насколько адекватными были остальные пять. Ван Хельсинг благодушно улыбнулся. «Есть средства, благодаря которым их можно распознать, как есть и такие, благодаря которым распознанию они не поддаются». Очень кстати кто-то спросил. «Не поддаются распознанию?» Ван Хельсинг кивнул и указал пальцем прямо на меня. «Вот вы, сэр, не можете быть одним из них?» Я даже немного опешил. «Но почему нет, сэр?» «Из-за ваших усов. Они усов не отращивают. Уж не знаю почему, но не отращивают». Кто-то еще поинтересовался. «Если они знают, что вы на них охотитесь, почему они не пытаются нанести ответный удар?» «Ах да», — радостно произнес Ван Хельсинг. «Пытаются еще, как пытаются. Но я неуязвим». Хорошо отработанным жестом он сорвал свой галстук и ленточку и начал расстегивать верхние пуговицы рубашки. Я отвел глаза, сделав вид, что разглядываю складку своих брюк. Окружившие Ван Хельсинка люди едва не задохнулись от изумления. «Как видите, — сказал профессор, — я всегда ношу на шее вот этот вот воротничок, кроме тех случаев, когда принимаю душ». Я заморгал. «Душ?» Моя радость была недолгой. Он тут же захлопнул приоткрывшуюся передо мной дверь. «Впрочем, душ я принимаю только лишь в светлое время суток. Как вы можете заметить, тут на этом воротничке у меня есть защитный символ. Мастерский, воспроизведенный двадцать четыре раза. Мне не хотелось бы испытывать удачу, оставляя где-либо слепую зону». Наконец, позволив себе украдкой взглянуть на Ван Хельсинка, я увидел, что он уже снова застегнул пуговицы. В следующий миг профессор Ван Хельсинг III уже представлял мужчину, стоявшего рядом с ним. «Это мой племянник, Хенрик Ван Хельсинг, мой протеже. Он продолжит мой труд, когда меня не станет. К несчастью, у меня были только дочери, и ни одна из них не пожелала пойти по моим стопам». Хенрик Ван Хельсинг оказался крепким парнем с соломенного цвета волосами. У него была волевая квадратная челюсть, голубые, как у большинства голландцев, глаза, и выглядел он лет на двадцать с небольшим. Он скромно кивнул. «Изначально я помогал отцу с его бизнесом. Он выращивает гладиолусы и тюльпаны. Но профессор убедил моих родителей, что мое будущее лежит в других сферах. Впрочем, чтобы я никогда не забывал свои корни, мать по моем отъезде подарила мне гладиолус, горшочки. В поездках я всегда вожу его с собой». Я выскользнул из толпы и принялся мелколично разглядывать других гостей. Один из них показался мне немного знакомым. Это был худой тип с тонкими усиками средних лет, довольно красивый и выглядевший эдаким окультуренным весельчаком плутоватого вида. И тут я вспомнил. Дело было в Шотландии примерно в это же время года. Леди Макдонали отмечала новое появление после нескольких лет отсутствия лохнесского чудовища. Понаяхали туристы, что, естественно, вызвало недовольство местных жителей. Да, то была достаточно большая вечеринка. Я нахмурился. Но то был не единственный раз, когда я видел этого мужчину. Еще и на Гран-при Ле-Мана, и на балу перед гонкой у графини Стеллы. Я стал пристально за ним наблюдать. Периодически его внимание обращалось на весьма внушительно сложенную женщину с ярко-красными волосами, державшуюся в нескольких десятках футах от него. Да, подумал я, должно быть, это Мэйми Беллингем. Надя описывала мне ее. В Шотландии, Ле-Ман, и вот теперь особняк Мэйми Беллингем. Я слегка уточнил зону его внимания. Его интерес привлекала не сама Мэйми Беллингем, но сверкающая калье на ее шее. Понятно. Вот и общий знаменатель. Вечер лохнесского бала у леди Макдональд была украдена шкатулка с драгоценностями. Похоже, она легла спать под воздействием снотворного и проспала до следующего полудня. Проснувшись, обнаружила пропажу украшений. То же было и с графиней Стеллой. Ее подвеска с синими и белыми камнями, звезда Болони, также пропала в вечер бала, и графиню тоже, похоже, накачали снотворным. Я почесал челюсть, а затем начал Мамлоу помалу пробираться к этому мужчине, пока, наконец, не очутился рядом с ним. Я не знал его имени, но сказал. — Ну и ну, мистер Делвин, как приятно снова вас видеть. Он наградил меня вежливым взглядом. — Боюсь, вы перепутали меня с кем-то другим, сэр. Я с пару мгновений смотрел ему прямо в глаза, а затем признал свою ошибку. — Конечно. Ну, простите, я мог бы поклясться, что вы заходили в мой магазинчик вместе с Мэйми Беллингем, когда она приносила для починки свое колье. Похоже, он немного заинтересовался. — Для починки? — Да, сломалась застежка. И она приносила колье мне. — Так вы чините ювелирные украшения? — Я добродушно хохотнул. — Боже, право, разумеется, нет. Я всего лишь смотрю все эти вещицы, чтобы покупатели были довольны. Я младший партнер фирмы Эспенджер и Эспенджер. Возможно, вы о нас слышали? На прошлой неделе мы продали Сапфир, Уэмберли, Шейху и Мафретту. 120 карат — великолепный камень. Его оценка моей общественной значимости возросла. — Вижу, вам удалось починить застежку колье миссис Беллингем. — К сожалению, нет. Она не подлежала починке. А заменить ее оказалось столь сложно, что я вынужден был заказать новую. Она еще не пришла. Он уставился на миссис Беллингем. — Тогда на чем держится колье? На какой-то веревочке? Я негромко рассмеялся. — А, вы об этом колье. Это всего лишь копия. Подлинное так и осталось лежать в сейфе нашей фирмы. Он подхватил бокал с подноса, проходившего мимо официанта. — Вы хотите сказать, что на ней сейчас стразы? Что это не настоящее колье? — Бог ты мой, разумеется, не настоящее. Но в наши дни и искусственные украшения выглядят чудо как изумительно. Не правда ли? Он осушил бокал до дна. Я улыбнулся. — Да, я и в самом деле стараюсь доставлять своим клиентам удовольствие, оказывая им эти небольшие услуги. Им нравится на меня полагаться. Полагаю, именно поэтому миссис Беллингем и прислала ко мне утром в Анхельсинга. Один из самых крупных бриллиантов в его воротничке выпал, и он хотел его закрепить. Делвин или кто бы он ни был посмотрел в сторону в Анхельсинга с возрастающим интересом. — Я думал, все эти сверкающие камушки — искусственные бриллианты. Более причудливого ошейника мне и видеть не доводилось. — Белые — это бриллианты, — сказал я. — Каждый не менее двух карат. Синие — сапфиры, а красные — рубины. И, если не ошибаюсь, кое-где там еще лазуриты. Посеяв семя, я оставил его немного поразмыслить над всем этим, а сам поднялся на второй этаж. Усы я удалил. Они уже начали жутко раздражать кожу, и я осторожно прикоснулся к верхней губе. Она чуть опухла и, вероятнее всего, покраснела. Неужели у меня аллергия на усы? Я нашел укромное местечко и принялся ждать. Долго ли еще должна была продлиться вечеринка? Я надеялся, что не до самого утра. Ближе к часу ночи я почувствовал некоторое облегчение. Ван Хельсинг и его племянник поднимались по покрытой густыми коврами лестнице. Ван Хельсинг зевнул и, наклонившись к племяннику, оперся на его руку. Даже не знаю, почему меня так клонит сон. Это точно не от спиртного. Я за вечер всего-то и выпил пару бокалов. Возможно, просто после перелета сбился биоритм. Племянник сопроводил его до двери комнаты, где Ван Хельсинг обернулся. Со мной все будет в порядке, Хенрик. Просто нужно немного поспать. Возвращайся вниз и развлекись как следует. Ван Хельсинг исчез за дверью, а его племянник вернулся вниз. Я по-прежнему ждал. Прошло, наверное, около получаса, прежде чем я увидел, как Делвин бесшумно поднимается по лестнице. Судя по всему, он не знал, какая спальня Ван Хельсинга, потому что он приоткрыл несколько дверей, прежде чем нашел нужную комнату. Он проскользнул внутрь и менее чем через минуту снова появился в коридоре с улыбкой на лице, держа правую руку на кармане пиджака. Я подождал, пока он исчезнет внизу, и лишь тогда спустился со своего насеста. Размял пальцы. Не пройдет и минуты, как они окажутся на шее Ван Хельсинга. Я открыл дверь и вошел в комнату. Увидел две кровати. Вероятно, Ван Хельсинг и его племянник делили на двоих огромную спальню. И профессор Ван Хельсинг лежал там и мирно храпел. Две верхние пуговицы его пижамы были расстегнуты, воротника Ван Хельсинга на шее уже не было. Я перевел взор на ночной столик, расположенный рядом с кроватью племянника. На нем стоял горшок с цветком одинокого гладиолуса со шпанговидными листьями. Я разглядывал его секунд тридцать, не меньше, а затем перенес к стулу, предвинутому к кровати Ван Хельсинга. Одиннадцать месяцев спустя профессор Ван Хельсинг снова явился ко мне в офис с уже знакомым мне растерянным выражением лица. Я дошел до полного нервного истощения, лишь чудом выбрался из-за Лиссабона. Мой самолет уже выруливал к взлетной полосе, когда я выглянул в окно и увидел этого идиота, моего племянника, который стоял там со своим ранцем и смотрел на самолет, потирая челюсть. Он опустился на стул. Этот человек совершенно неумолим. Вам может показаться, что раз уж он мой кровный родственник, то мог бы пощадить меня или хотя бы преследовать кого-то другого, но нет, он гоняется за мной по пятам. Дублин, Осло, Константинополь, Улан-Батор. Я нигде не чувствую себя в безопасности. У меня постоянно перед глазами стоит одна и та же картина. «Хенрик, бегущий за мной с ножом в одной руке и с этим чертовым деревянным...» Я выразил ему свое сочувствие. «Он не выглядит таким уж настойчивым». Ван Хельсинг кивнул. «Я и сейчас не понимаю, как это все случилось. Помню лишь, что проснулся посреди ночи, зная, что мне нужно к чертям убираться из дома миссис Беллингем, пока не расцвело, и осознавая, что мне обязательно нужно найти хотя бы частицу родной земли. К счастью, рядом с моей кроватью стоял этот дурацкий горшок с гладиолусом Хенрика. Я насыпал себе в кесет для табака немного земли и поспешил покинуть дом. Даже теперь я думал, что мне пришел бы конец, если бы вы случайно не повстречались мне на улице и не забрали меня к себе». Он пристально уставился на меня, словно пытаясь что-то вспомнить. «Вы когда-нибудь носили усы?» Он почти тут же пожал плечами. «Да нет, мы же не носим усы. Не знаю почему, но не носим». Он вздохнул. «Слава Люциферу! Мне не приходится всякий раз таскать с собой, когда я вынужден куда-то ехать, этот громоздкий ящик, как это было в былые времена. Кесета для табака под подушкой, похоже, вполне достаточно». Я согласился. «Тут главное самому верить». Он вытер выступивший на лбу пот. «Я подумал о том, чтобы перебраться в Новый Орлеан, но, полагая, высокая влажность, плохо скажется на моем артрите. Наверное, уж лучше попробовать Лас-Вегас». Я утвердительно кивнул. «Несколько лет назад я провел там очень славные полгода. У меня был сьют в гостинице «Кактус пустыни». Сьют-гостиничный номер улучшенной планировки, обычно состоящий из двух комнат. «И дорого там?» «Да нет, цена была вполне разумная». Он выглядел слегка смущенным. «Со всеми этими поездками я немного поиздержался. Вы не могли бы?» «Ну, конечно». «Я прошел к своему кабинетному сейфу, вытащил три тысячи долларов из своего резервного фонда, который собрали Надя и несколько ее все еще живых и здоровых родственников, и протянул Ван Хельсингу. Он сунул деньги в карман. «Как-нибудь я обязательно все вам верну». «Нисколько в этом не сомневаюсь. Оставайтесь на связи». Два дня спустя мне позвонил племянник профессора Ван Хельсинга. Он был в Париже. «Похоже, я опять его потерял», — пожаловался Хенрик. «Я шел за ним по пятам до Лиссабонского аэропорта. Но оттуда уж не знаю, куда он вылетел ночным самолетом. В Париж или обратно в Америку. Я бросил монетку, и вот теперь я в Париже. Но не думаю, что он здесь». Он вернулся в Америку. «Как вы можете быть в этом уверены?» «У детективного агентства Кардулы много контактов. Не далее, как этим утром, достоверный источник сообщил мне, что ваш дядя сейчас в Лас-Вегасе. Возможно, вы найдете его в гостинице «Кактус пустыни». Не сказать, чтобы Хенрик слишком уж обрадовался. Надеюсь, он там задержится. Я пытаюсь лишь помочь его душе упокоиться с миром, но, похоже, он этого совсем не ценит. По правде говоря, ненавижу путешествовать. «Да и потом, это так дорого». «Похоже, вы сейчас на мели». «Ну да, все идет к этому». «Я сужу вам несколько тысяч. Это очень любезно с вашей стороны». Последовала пауза. «Как только я помогу дяде упокоиться с миром, я оставлю все это занятие и вернусь к своим гладиолусам и тюльпанам». «Но пока что, Хенрик, повремените с этим». Я улыбнулся. «И удачной вам охоты». «Но пока что, Хенрик». Продолжение следует...